За Индию! Сегодня у нас АК-203 и АК-103-3. Для вас далече неизвестные. Начнем наше шоу! Друзья, ну как, зашло? Кайфово, когда полный магазин. Особенно вот это тепло, оно греет не только щеку, но и душу. И, конечно, когда такое красивое, офигенное оружие, тем более за ним надо холить и лелеять. Его нужно чистить после выстрелов. Вот эта вся сажа от пуль, то, что оболочки остаются в каналах ствола. Все это нужно обязательно удалять. Если какие-то там ржавчина, окраска, воронение снялось, обязательно это нужно все косметически лечить, друзья. И для этого у меня есть вот такой вот шикарный наборчик. Наборчик. Набор для ухода за оружием КППС. Самая главная фишка, то, что это отечественный производитель. Это очень, конечно, важно. КППС. Крымское производственное предприятие «Созвездие», друзья. Здесь у нас просто все. Просто такой шикарный набор, в который входит просто уйма всего. Вот это чистый ствол. И все, кстати, крышечки здесь сделаны так, что ребенок не может их открыть, друзья. Это у нас и для очистки стволов, и быстрое воронение КППС, и удалитель ржавчины. И, конечно, когда ты воронишь, обязательно нужен нам обезжириватель. Обезжириватель поверхности тоже тут есть. Все очень аккуратно. Посмотрите, тут и патчей много. 14 штук. И респиратор имеется, потому что, естественно, все мероприятия с химикалиями нужно производить с защитой органами дыхания, но обязательно на проветриваемом помещении. Даже перчатки тут у нас есть, потому что, естественно, оно вредно для кожи. Ну и, соответственно, инструкция. И вот такая вот тряпочка. Так сказать, протереть или поставить вы сюда можете пистолет. Ну, вообще, просто шикарный набор. Средство чистый ствол КППС. Для эффективного очищения канала ствола без лишних усилий. Даже для сильных загрязнений. Применению способствует удалению меди, свинца, цинка из загрязнений из пороха. Преимущество. Эффективное очищение сильных загрязнений. Безвредно для стали и хрома. Способствует растворению любых примесей. Подходит для чистки ствола любого калибра. Далее в наборе у нас присутствует быстрое воронение КППС. Для защиты от коррозии и придания черного цвета стальным поверхностям с содержанием хрома не более 3%. А также стали марок, указанных вот здесь. Что способствует образованию на поверхности защитной оксидной пленки. Останавливает процесс окисления и придает поверхности естественный черный цвет. Средство способствует в считанные минуты привести порядок любое оружие. Будь то огнестрельное, холодное, пневматическое и другое. И наконец, что есть в наборе удалителя ржавчины КППС. Для удаления продуктов коррозии с любых видов стали. Идеально для очистки оружия от жучков. Продукт не стекает с вертикальных поверхностей. Возможность обработки мест сложной геометрии. С помощью удалителя ржавчины КППС можно очистить не только легкий налет, но и налет до 2 мм. Еще раз напоминаю, что каждый продукт вы можете купить не только в таком роскошном наборе, но естественно рекомендую только его, но и по отдельности. Все рекомендации и инструкции по продуктам вы можете найти по ссылочкам в описании. Заходите. А теперь продолжим. Прежде чем начать, я думаю, нужно все-таки немножко пострелять. Ребятки, а вам не кажется, что тут вы должны были что-то услышать? Что-то такое, что-то странное. Правильно, отсечка по 2 выстрела. И задается сразу вопрос. Где у нас отсечка по 2 выстрела? У нас отсечка по 2 выстрела только в АК-12. А здесь написано, что это 2 выстрела. Дело в том, что назовите мне автомат Калашникова, где есть отсечки. Помимо АК-12. Да нет таких автоматов, правда же? Нету. А вот у меня есть. И сейчас я вам расскажу, как и обещал про автомат АК-203. И, казалось бы, там отсечки по 2 выстрела, друзья, нету. Поэтому я начну не с начала этой истории, а, пожалуй, с ее конца. Итак, автомат АК-203. Что это за автомат? Вы вообще, я думаю, многие о нем слышали. Даже те, кто внимательно не смотрит все новости об оружии. Иногда даже в каких-то СМИ массовых, то есть там известия, коммерсант, лента, мы слышали в 20-м году, если я не ошибаюсь. Да-да-да, в 20-м году, в 21-м об этом автомате. Где он засветился? А засветился он в том, что мы поставили партию АК-203 в Индию. То есть этот автомат был, по большому счету, выпущен для индусов. То есть у них сейчас 670 тысяч автоматов. То есть их армия вооружена вот этими автоматами. Запомните. Вот этими автоматами они вооружены. Которые называются АК-203. Если мы обратимся в Википедию, там еще написано, что данные автоматы присутствуют на вооружении ряда подразделений нацгвардии. Я, конечно, ни у кого из нацгвардейцев не видел, но нацгвардия это, по-моему, Росгвардия, да, если я не ошибаюсь, верно? Я видел у них и витязи, видел у них и кедры, и ксюхи, но вот эти нет. Видимо, их там все-таки не так много. Итак, как это было с Индией? В Индию мы поставили 70 тысяч в своих автоматах. Но индусы не дураки. Они не такие, которые согласятся, что, ну да, поставьте нам еще 600 тысяч, то есть продайте. Нет, такого там не было. И поэтому 600 тысяч автоматов, оставшихся, они сделают сами на своих заводах, друзья. Все по уму они делают, все по-хитрому. Вернемся опять к истории. Что же такое АК-203? Если мы на него посмотрим, то первое, что задаст себе вопрос, какой вы должны, с каким автоматом он ассоциируется. И явно не с АК-12, несмотря на то, что тут есть планка Пикатинни. Несмотря на то, что планка Пикатинни есть тут. Нет, он абсолютно не похож, потому что вы помните, на АК-12 газовая трубка другая, да? Ну вот, я вам фотку показываю. Потом там, не будем говорить про обвес, про магазин, про рукоятку. Ряд вещей в конструкции АК-12 абсолютно другие. То есть я не смогу поставить обвес, газовую трубку и цевьё от АК-12 сюда. Не смогу. И самое главное, в АК-12 нету дульного тормоза, пламя-гасителя, который скручивается. Здесь он скручивается. Здесь видите штифтик, который опускается. Вот он. И, соответственно, налево он скручивается. То есть тут резьба точно такая же, как на ПБС-1. То есть сюда поставите АК-103, пламя-гаситель. Вообще никакой проблемы нет. Смотрите, что тут есть самое главное. Самое главное, что тут есть. Смотрите, какая тут фишка есть. Я вам сейчас покажу. Видите, сюда смотрим. Естественно, если у нас на крышке ствольной коробки находится планка Пикатинни, встроенная, она тут есть, встроенная, то крышка ствольной коробки не должна быть вот такой вот болтающейся, как на АК-М, как на АК-74М, потому что прицел будет все время сбиваться от вибраций, от выстрелов. На АК-12 этот вопрос решили, но крышка ствольной коробки там съемная. А вот здесь, смотрите, что я вам сейчас покажу. Опускаем, проворачиваем и, смотрите, опа, поднимается. И как на Ксюхе, он не снимается. Смотрите, на АК-12 же не так. Вот вам первое такое глобальное отличие от АК-12. То есть автомат похож на АК-103. То есть его, когда выпускали АК-203, то акцент делали на то, чтобы сохранить главные узлы Калаша, вот эту всю надежность, взаимозаменяемость деталей, но чтобы появились вот эти современные, современный обвес. Понятное дело, существует современный обвес для Калашникова, который выпускает концерн для модернизации старых калашей. Но все-таки там не будет планки Пикатинни на крышке ствольной коробки, верно? И поэтому вот это дело, вот это дело вещь, просто вещь. И, как сказали эксперты концерна Калашникова, вот эта вещь очень нравится женщинам. Очень удобно, то, что не нужно вот эту пружину, потом там вбивать, у нас тут часто не попадает. Раз, закрыл, вот так вот аккуратненько провернул. Кстати, что напоминает? Что напоминает, кто так открывается? СВД-хо так, друзья, открывается. Что у нас здесь? Что у нас по прикладу? Понятно, тут четырехпозиционный телескопический приклад идет, но нажимаем здесь, видите, закрываем. Также он закрывается, и тут у нас идет все то же самое, как на АК-12. Тоже опускаем вниз, и вот так он фиксируется. В рукоятке. Рукоятка тоже у нас тут пенал, щеточка, и все. Дальше, смотрите, что у нас с газовой трубкой и прикладом. Он здесь вот такой вот формы. Естественно, рукоятку я навесил сам, но фишка в том, что рукоятка у меня оригинал. Смотрите, Ижевский оружейный завод, друзья. Ижевский оружейный завод. Вот этот вот решили они сделать, вот такой вот щелевой пламя-гаситель, который также выполняет роль компенсатора. Дальше, по прицельной планке, 800 метров здесь имеем, 800 метров, не 1000. Я вам одну вещь хочу сказать. Короче, мне вот эта компоновка, то есть такой типа модернизированной АК-103, она мне больше нравится, чем АК-12. Честно вам скажу, потому что на АК-12, ну, во-первых, там калибр 5,45, а здесь 7,62. Но дело не в калибре. Эти автоматы тоже бывают под 5,45 патрон. Вот как он называется, этот автомат. Я думаю, в какой-то момент, может быть сейчас, может быть за 2 минуты до этого, некоторые, кто так серьезно разбирается в оружии, особенно в 203, напишут, послушай, Денис, что ты нам лукавишь. Дело в том, что в АК-203, да, это вроде он, но в нем нету отсечки по 2 выстрела. И вы будете правы. Именно поэтому в превью я вам и обозначил два автомата. И вот тут, пожалуй, надо перейти к истории, друзья. Я думаю, вы помните то время по журналам, там помните журнал Калашников еще был, еще 11-12 год, когда только запускалась вот эта программа армии России «Ратник» по новым бронежилетам, новой форме, новому оружию. И тогда еще не было АК-12, и армия рассматривала что-то новое. И вот они рассматривали предложенный Ижмашем автомат АК-107, вот он, и такой автомат, как АК-103-3. АК-103-3. Об этом автомате вообще мало кто знает. Естественно, профики с Калаша концерна, они знают об этом, разумеется. Но вы вряд ли. И я сейчас вам его и покажу. Вот это и есть, друзья, тот самый автомат. Смотрите. АК-103-3. Вот это и есть АК-103-3. А кто еще участвовал в этом конкурсе? В этом конкурсе участвовал Тульское приборостроение бюро. Они, ну я думаю, тоже из профиков скажут, что АЕК, автомат АЕК. Они предложили, хоть и хотите прикол, никакой из этих трех автоматов, ни 107-й, ни 103-й, ни АЕК не прохляли. То есть они не выиграли. И тут появился новый у нас в Калашникове конструктор Злобин, как раз, который заменил Градецкого тогда. И он вместо того, чтобы работать над старыми, над модернизацией старых разработок, сказал, что я приду и создам новый автомат. Ну правда самое интересное, что в общем-то главные узлы, в общем-то он взял все равно за основу, он взял автомат Калашникова. И вот тогда и был создан, ну им и еще рядом конструкторов, там включая двух женщин, АК-12. Да, он сначала имел вот такой вид, вы это вы помните, такой более футуристичный, но в конце концов, даже не участвуя в конкурсе, он и выиграл вот этот вот конкурс. Вы скажете, блин, ну хорошо, молодец, окей, а АК-103, три причины. Вот это у меня и есть тот самый коллекционный экземпляр. На его базе и родилась 200-я серия, друзья, то есть 200-я серия АК-200, там 201, 203, 202 и родились вот эти автоматы. То есть там и был сейчас 200-я серия, она вот такая, ну вот, которую вы видите. То есть все то же самое, кроме вот этого отсечки по два выстрела. Почему ее убрали? Да, я не буду спорить, на 103-м, 3-м был вот этот вот магазин, обычный, обычный магазин, потом, что такое, обычный магазин, ДТК на тот момент был, как у К-103-го. Здесь у нас оставалось еще обычное цевьё, пластиковое, как на 103-м, с нижним пикатиньей, но без вот этого валика. Пикатиньи у нас с защитой, смотрите, хопа, видите, защита есть, чтобы не повреждалось, не стиралось. И боковые вот такие пикатинки есть, которые можно скрутить, мне, кстати, они не нравятся. Приклад немного был другой, все, все остальное было то же самое. И потом модернизацией к 18-му году родился уже АК-203, то есть 200-я серия уже конкретно укоренилась. И, собственно, была Индия. Почему убрали вот этот вот двойной выстрел? Она у нас усложняет ударно-спусковой механизм, она мешает нам использовать другие запчасти от классических калашей, правильно же? Мешает взаимозаменяемость. То есть быстрый ремонт уже невозможен. Это тот недостаток, что я вам говорил в АК-12. То есть, да и по большому счету, эта отсечка по два выстрела, ну, не особо она и нужна. А что вы вообще скажете? То есть, надо было в АК-203 оставлять это или не надо? Нужен ли, допустим, росгвардейцам эта двойная отсечка или нет? Что вы скажете вот по этому поводу? То есть, самое главное, что вы увидели реально редчайший автомат. Это реально редчайший автомат. Вот он, АК-1033. Это еще реже. Ну, то есть, грубо говоря, вот так я поверну, это у нас АК-203. А вот так, посмотрев сюда, это у нас, ну, внимательно, это у нас АК-1033. Дело в том, что на АК-203, кстати, пишите еще один момент. Я, пожалуй, его не буду озвучивать. Что тут у нас? Чего тут у нас нету? Что есть на АК-203? Такая маленькая деталюшечка, так сказать. И, пожалуй, я хочу еще раз стрельнуть и приступим к разборке. Шикарно. Кстати, где вы видели этот автомат? Вот в какой игре? И как он называется? Я подозреваю, но это мое мнение. Автомат АК-117 Call of Duty. Вот если согласны, пишите лайкосы и пишите, так ли это. Вот 100% это он. И что вы думаете по поводу этой ручки? Она вообще нравится или нет? Вы знаете, как бы непривычно. Непривычно, друзья. Несмотря на то, что его геометрия, то есть длина в сложенном, разложенном виде. Ну, в разложенном, понятно, она может регулироваться в зависимости от телескопа. То есть может становиться чуть-чуть длиннее, там, на 5 сантиметров. Но так и короче. А вот сложенный размер абсолютно точно такой же. То есть 705 миллиметров, как и у АК-103 сложенного. А что касается массы, то этот автомат тяжелее. Но я думаю, вы понимаете почему. Потому что вот эта вся конструкция плюс двойной выстрел. Да и вообще АК-203 даже без двойного выстрела. Вот эта крышка, тут вся вот эта металлическая конструкция. Вот эта вот металлическая конструкция. Вот эти все дополнительные наплывы. Пламегаситель более такой массивный. Они прибавляют в итоге 400 грамм. Итого, если у нас АК-103 весит 3600, то вот это чудо у нас весит уже 4 кило, друзья. 4 кило весит. Итак, как же разбирается? Я вам уже показывал, что тут у нас. Это вот так нажимаем с двух сторон кнопочки. То есть тут, тут кнопочка. Нажимаем. И тут у нас пенал, с которого уже все вывалилось. Ну вот у нас тут выколотка, ключик, отвертка, сам ершик. И к нему идет вот складной шомпол. Вот он складной. То есть тут никакого шомпола у нас нет. Видите? Нету тут никакого шомпола. Прилив под штык еще сохраняется. Но, собственно говоря, мне он нафиг не нужен. Итак, вставляем вот это дело назад. То есть это было придумано гораздо раньше, чем обвес на АК-12. Но я думаю, вы поняли уже почему. Как разбираем? Ну, разумеется, вытаскиваем магаз. Смотрим, там нет ли еще каких-либо патронов в патрониках. И вниз опускаем вот эту вот закрывалку. Все, поднимаем ее. Вот она как на Ксюхе. Вот. Вытаскиваем возвратную пружину. И, наконец, затворная рама. Вот затворная рама. Она так тут достаточно у нас уже загрязнилась. Что у нас здесь? Смотрите, какое отличие. Видите? Что значит отсечка по два выстрела? Смотрите. Такого нету в обычном калаше. То есть все здесь вот как выглядит. Ну, тряночка, ребятки. Ну, думаю, снимать газовую трубку нет смысла. А вот этот вот рассекатель я, пожалуй, скручу, как я вам обещал. То есть он называется правильно пламя-гоститель с функцией дульного тормоза. Видите, как он выглядит? Вот он. То есть все тут у нас точно такое же. Диаметр и резьба совпадают с К-103. То есть дульные тормоза, они совпадают. Кстати, что вы думаете? Вам как больше нравится? Вот эта вот байонетная система, которая присутствует на К-12? Или вот эта вот классическая вертелка эта, крутилка? Мое мнение, мне вот это больше нравится. Мне байонет не очень нравится. Я часто путаюсь, как его надевать. И время ничуть не быстрее. И, кстати говоря, он так как-то шевелится, болтается. Мне это не очень нравится. А тут можно крепко закрутить, и он так плотно сидит. Ну, хорошо, я буду собирать, и мы будем, пожалуй, заканчивать. Вот такое залипательное, замечательное видео вы увидели. Я думаю, интересные вещи для себя вы узнали, о тех, которых не знали. Согласитесь. И поддерживайте, пишите комментарии, ставьте лайки. И обязательно я буду выпускать видео в наше время. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Денис Давыдов. Пока!